Здравствуйте, меня зовут Пасиль. Я хочу обращаться к людьми, которые меня знают и кто меня смотрит сейчас. Вот недавно мне начали писать в разных местах, в фейсбуке, в контакте, в инстаграм. Люди спрашивают, как у тебя дела, ну как и такого. Вопросы, как мне стало интересно, что они спрашивают. И начал отвечать, ну все хорошо, слава Богу, все нормально. Они мне говорят, тебя не сбили, тебя не подержали в подвал. Ну такие странные слова, как-то я не мог понять их. Я стал интересоваться, почему они так спрашивают. И один человек там мне написал, что в интернете есть ролики про тебя. Говорят, что тебя там сбили, держали в подвал. Я как, для меня стало интересно. Я заходил, посмотрел. Как избивали и держали две недели в подвале Басила, которого сняли со служения. И смотрел вот это все, и я как, для меня стало смешно. Потому что это все неправда. И как люди, которые это снимают, я не знаю для такого, какого цела они это, ну как, хотят этого, для чего, я не знаю. И я как смотрел, так и ничего, как не делал, не интересовался. А через некоторое время меня начали другие люди писать совершенно. И как-то интересно чуть-чуть. Они как-то не знаю, на что они рассчитывали в то время. Потому что я как допускал в свою жизнь очень как большую ошибку. Ну, каждый человек как допускает свою жизнь ошибки. И я как человек, я не святой. Я допускал, ну, большую ошибку в свою жизнь, да. И отступил от церкови. И на что они рассчитывали, я никак не мог понять. Потому что они мне начали предлагать, как снимать ролики напротив апостола, напротив церковь. Именно Возрождение. Мою церковь. Где я родился, Свиша. И я как сказал им прямо, как нет, конечно. Я, да, прохожу свое время. Мне тяжело сейчас. Ну, я не буду снимать никаких роликов против моего бастера, моего апостола. Потому что, когда я отпускал эту ошибку, и я как-то был одевлен. Я думал, ну, как, если ты бы отпускал такие ошибки с нормальным человеком, обычным. Я имею в виду не божий человек. Он, ну, как, была другая реакция, чем я увидел. Он был просто добр ко мне и простил меня. И отпустил. И я как был против этого всего, потому что я знаю правду. Я знаю апостола. Я как с ним служил около два года рядом с ним. Я знаю, кто он. Я знаю, что он за человек. Я знаю, что он божий человек. В первую очередь. И я как сказал им, нет, я не буду снимать никаких роликов, ничего. И перестаньте мне писать ничего. Я просто не хочу с вами общаться. И они как продолжали писать и писать и писать. И очень интересная вещь. Они мне предлагали даже деньги. Они деньги мне предлагали, чтобы снять ролик против Бастера, против церкови. И я как крестер, ну, как отказался от этого всего. Просто у меня вопрос. На что они рассчитывают? Рассчитывают на что у меня, как тяжелое время в мою жизнь. Поэтому буду говорить плохо об Астерах, от церкови, от Божьих людей, отпускаться на их уровень и просто с ничего, с ничего абсолютно. Говорить неправду против Божьих людей. Да, мне тяжело. Но, слава Богу, я держусь. Слава Богу, я держусь. И я знаю, я верю, я поднимусь. Но я не буду отпускаться на их уровень. Врать, лгать и говорить ложь напротив Божьих людей. Не слушайте всяких ложь. Вот особенно люди, которые смотрели этот ролик про меня, да, это все неправда. Вот я говорю, говорю, это все неправда. И все люди, которые меня знают, которые меня писали, да, в фейсбуке, везде, они знали, где я нахожусь, когда они мне написали. Они знали, что я где-то, где я работал, где я работаю. Они могли обращаться ко мне, они знали, что меня никто не держал в подвал. Я хочу обращаться к Яковишин и кто его поддерживает. Перестаньте снимать таких роликов. Перестаньте врать. Это все ложь. Перестаньте это делать. Я хочу особенно обращаться к людьми, которые, они к ним обращаются. И они вам предлагают снимать таких роликов. Не соглашайтесь. Это вас просто разрушит. Вам это не надо делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова